всем привет хочу показать настройки этого прибора без использования ядра аккумулятора в этой прошивке есть настройка протока воды от 3 литров и до 10 в инструкциях я этой настройки не нашел но у нас есть гидроаккумулятор старый по паспорту рекомендуется максимум 10 литров но у нас вот такой 50 литровый я думаю это на работу сильно не влияет даже запас воды у него больше всем приятного просмотра если у вас не стоит расширительный бачок вполне можно его использовать тут есть в этой прошивке одна настройка если на кухне есть фильтр для очистки воды там проточность воды 3 литра в минуту и здесь есть такая настройка минимальный проток воды 3 литра в минуту по умолчанию в этой прошивке 6 литров установлено но это если у вас нету расширительного бачка я покажу даже в процессе видео может быть длинным может кому-то информация будет полезно поехали покажу сначала такая у меня прошивка перекрою бачок открою у нас на кухне присутствует фильтр для очистки воды и в нем проток 3 литра в минуту процессе все будет видно на приборе почему я хочу показать эту настройку в инструкции я ее нигде не могу найти ее там просто нет прошивка новая наверное я не буду перечислять все все настройки как они для чего они нужны это все в паспорте более подробно чтобы я не ошибся и не неправильную информацию рассказал я просто пролистаю какие у меня настройки это первое скрытое мнение вот плавный старт вот это вот плавный старт мы его включаем выходит теперь покажу именно сервисное меню не там где ошибки именно сервисное меню там где есть более другие настройки так же само но мы не сразу заходим а нужно но я делаю так это у нас будут ошибки доходим до а вот вот это уже эти цифры нумерации отвечает за сервисное меню вот 5 и 9 а потом сразу 19 5 вот 5 и 9 неважно можно 5 и 8 ну так мы пойдем в конец меню скажем последняя функция заходим вот это первое это тест давление я не буду все перечислять тоже функции лучше чтобы не обмануть но это тест в реальном времени дальше этот тест протока воды ну в процессе работы я вам я продемонстрирую с расширительным бачком и без расширительного бачка сейчас мы дойдем до настройки именно протока воды это прошил температура внутри вот 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 эта настройка отвечает за количество протока воды вот если сейчас мы так оставим 6 литров сейчас покажу все настройки которые у меня низкое напряжение 150 по умолчанию вот так было максимальная 250 вот датчик протока если он будет выключенный то то настройка на она не будет работать но он всегда должен быть включен в инструкции написано если вода очень грязная датчик протока начинает плохо работать это можно выключать когда он там работает по другим параметрам ну вот сейчас мы идем перекрывая я гидроаккумулятор делаем режим работы без гидроаккумулятора плавный пуск у меня включенный 2 и 8 2 и 7 2 и 5 он включится пойду открою фильтр вот как видно как видно насос выключается давайте посмотрим проток воды максимально 3 литра что мы теперь дальше делаем он постоянно выключается нету гидроаккумулятора ну многие хотят работать пользоваться всей этой автоматикой без гидроаккумулятора даже ошибка выскочил теперь мы ее сбрасываем мы его выключим что мы теперь сделаем давайте в реальное время здесь она где-то как попали тест фул до 0 бар и как видите сейчас мы сделаем настройку поставим на минимально 3 литра так вот пожалуйста 3 2 3 2 и он поддерживать давление то есть элементран 2 и 8 проток воды 3 литра то есть я хотел вот эту вот настройку показать а когда с гидроаккумулятором эти настройки они ну вот я открываю гидроаккумулятор проток воды увеличился то есть есть куда давить и насос выключился пока давление не упадет сейчас я закрываю закрываем гидроаккумулятор плавный пуск работает и насос постоянно работает сейчас посмотрим на каких 37 и вот сейчас мы откроем бачок напоминаю открыт краник где установленный фильтр воды проток воды 3 литра в минуту если кто-то смотрит из специалистов скажите пожалуйста почему проседает напряжение кабель используется от этого прибора к насосу родной у нас водолей на резетке просадки напряжения нету почему здесь показывает просадку напряжения на этом все всем пока до встречи следующих видео